Плечиками ОС, плечиками Зон, вся одежда на Озон. Плечиками ОС, плечиками Зон, скидок, скидок, миллион. Готовьте плечики! Скоро большая распродажа одежды на Озон. Летний женский костюм Канка за 899 рублей. Укажите промокод при покупке и участвуйте в розыгрыше квартиры. Ребята, всем привет! Новый влог, новый день. И представляете, что? У меня же еще вчера вылез здесь прыщ. Здесь, конечно, тоже, но здесь просто сумасшедший. Просто кошмар. Я еще думаю, несколько дней назад, что за херня? У меня вот здесь вот прям опустилось, вздулось, и носогубка сильно выделялась. Я думаю, ну все, филеры поехали. Я уже думаю, ну капец, все. Я могу так сказать, я даже рада, что это прыщ. Я не знаю, ну как бы да, эта история ужасная, отвратительно-омерзительная, но с кем не бывает, со мной случилось, и это просто такое место убогое. Причем одинаково, с двух сторон. Как это вообще возможно? Короче, рассказываю историю. Вчера ночью я сижу, думаю, ну съем-ка я бутербродик с черным хлебушком и свернистой колбаской. Сижу его ем. То есть, если представишь, что вот это бутерброд, вот, да, рука, допустим, это бутерброд. Ну, большой у меня был черный хлеб. Я съела вот посюда. То есть, у меня оставалось, ну вот чуть-чуть совсем. Я, короче, я не знаю, что меня заставило взять, перевернуть этот бутерброд. Я не знаю, что. У меня было вкусно, мне было отлично его есть. Я не знаю, почему я его перевернула. Я увидела там не просто плесень, не просто пятнышко на хлебушке. Я увидела, что там уже грибы растут. Сука! Я просто... Я, конечно, не побежала все это, знаете, выплевывая пальцы в рот, вот это нет. Я думаю, ладно, хрен с ним, сожру фильтром. Ну, это был ужас просто. Я так и не знаю, съела я этот гриб, не съела. Ну, испугалась? Кошмар. Кстати, еще из хороших новостей. Сегодня приезжал курьер и забрал качалку дурацкую. А у меня вот такое вот платье. Оно мне мало. Оно еще, видите, мятое. Ну, вообще, пофиг. А из неприятного... У меня, конечно, классные красные эти кроксы. Ну, вообще, пофиг. Я же на даче. Я вчера намывала этого вонюча, но оно все в каких-то пятнах. Я его мыла, я старалась просто как сволочь. У меня так руки болели. Я не знаю, что. Мне кажется, здесь надо что-то другое использовать. Я думаю, что это надо прям, может, губкой. Я не знаю, что это такое, ребят. Короче, обидно, капец. И еще я не понимаю, почему... Посмотрите, почему кирпич вот такой. Как будто бы что-то не смылось. Я не знаю. Я вчера тоже его пыталась помыть. Вот я не знаю, что это и чем это вообще отмывать. Потому что, ну, типа, так красиво должно быть, да? И что это вообще за белые непонятные разводы на кирпиче? И вот этот паук. В любом случае, конечно, там стало намного чище, но я не понимаю. Мне это прям очень обидно. Вот эти все следы. Я не знаю, как их отмывать, чем. Но надо будет, видимо, заново сто тысяч раз мыть. Загрузили мусор. Все, что я вчера подметала, все опять нападало. Черешеньки. Пригласили друзей попозже прийти. Соберем черешню, потому что мы тут все не съедим. Жалко до самого верха не добраться. Она такая вкусная, кстати, черешня. Надо ее собрать, положить в холодильник, а то она горячая. Мы срывали, кушали. Ммм, паутиня. Вот бы еще забор отшпаклевать и заново покрасить. Едем сейчас в город, купим шашлычку. Вчера мы не ели, кстати, шашлык. Вот. А то вы, друг, наверное, думаете, что мы каждый день едим шашлык. Я вчера не пила вино. И вообще я здесь не то, чтобы кто-то мне написал, типа, Юль, что-то это не начинает. Да ладно, пошли нафиг. Лето. Лето. Хорошая погода. Приятная компания. И вообще шашлычком. Да и тем более, что уж, бокальчик за ужином. Ничего страшного. Для организма полезно, для кровообращения. Кроксы, зай. Дачные шлепанцы надо взять. Ну, наверное, сколько всего. Так, закупились сначала на рынке, положили всю машину, теперь в пятерочке, потому что на рынке не все есть, что надо. Ну, там какие-то вкусняшки, там хлеб обычный, губки там не нужны для ванны, ну, короче, мыть всякие средства чистящие. Так, мы еще заехали по дороге, вот в другой магазин. О, как, рынок такой, со всякими строительными штучками, нам нужна пена специальная. Вот, смотрим, тут что-то уже есть. Тачку нам, кстати, бы метлы есть. А вот, кстати, кольцо. Смотри, тут есть колесо для тачки. Так, ну все, мы уже заехали на наши участки, в наш СНТ. Короче, какой план? Сейчас приезжаем домой. Мы мариноваем шашлык. Блин, я так палец вчера вообще себе натерла шваброй, между прочим. Я приклеила кожу обратно, она вроде присосалась. Не знаю, будет ее отторгать в мое тело или нет. Посмотрим дальше. Ну, неприятно, прям кошмар. Если не голову мыло, когда тоже вот так вот сделаешь, прям волосами по этой штуке шмякает, вообще не классно. Короче, сейчас замаринуем шашлык, разложим продукты, порадуем Вивочку новой покупкой. А потом позовем друзей в гости собирать черешню. Достанем стремянку. План такой. Потому что из-за того, что у нас машина стоит под деревом, птички ее и обкакали, и черешню накидали. Ну, вообще кошмар. Вивик, привет! Что это такое? Что это такое? Это теперь твой домик. И вкусняшки твои любимые. Ну, как тебе, Вивочка? Понравится такой домик? Красивенький? Такой же миленький, как и ты. Скорей залезай туда. Давай, скорее залезай туда. Вот теперь твой домик. Плюшечка. Мы классные, Вивик. И монтажная пена. Да, будешь помогать папе. Ну как, Вивочка? Ну, мило же, да, Зай? С ушками классно. С ушками, да, вообще. Да, 2 600 очень мило, вообще. За 2 600 прям очень мило. Если бы мне предложили, я бы, конечно, тоже взял. Классный домик, Вив? Да, моя рыбенька. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, простите, смотрите, сколько всего в машине. Ну, что вы привезли? Покажешь, сколько пакетов у нас. А, да, да, да. Вивочка сможет. Ой, что-то вы много купили в этот раз. Вот. Мама, а курточку не купили? Купили, купили. Это тоже тебе. Нет, это маме. Будешь убирать черешню. Потому что мама ведьма. Ой, Зай, так хочется опять пропылесосить здесь вот этим. Хочется новую швабру опробовать. Вот старая. Она просто вся в пыли. В этом, ну, понятно, что ее не на помойку, но просто, видите, она уже немножко жизнью потрепанная. Тут надо разобраться. Вот это выкинуть в старый домик Пушка. Это чистый домик Пушка, но внутри него очень много всякой шерсти. Его надо почистить. Он стоял в беседке. Вот. Я просто вчера, у меня уже не было на это сил. Муж будет заносить, а я буду здесь раскладывать. Классно, что я тебе напомнила это купить. Губки, да, ты вообще герой. Я вчера просто чуть с ума не сошла. Я сказала, причем знаю, где-то в доме в этом есть губки новые. Но где они? Я их где-то видела? Я их где-то видела, но они куда-то делись. Так, у меня есть пакет с чипсами. Туда мы уберем чипсы. Мне нужен контейнер для чипсов. Снэк, снэк, снэк. И пиво. Почему? Мне больно. Морально? Да. Кстати, вот этот подвал можно отнести. И этот, виски или что там стоит. А, сосиски взяли попробовать вот такие. Не знаю, типа баварские, но не наши. Любим, попробуем. Я замариновала мясо. Сейчас Слава сделает картошку. Ну что там, помоет ее, все такое. А мы с вами здесь чуть-чуть наведем пугадок. Вот это надо выкинуть. Мы возьмем большой мусорный мешок. Здесь почистим. Мало ли что. Ну что, заберет, постирает. Приведет в нормальный вид, но это уже просто реально жесть. Вот это в стирку домой. А вот это хороший домик, видите? Его дедушка Пушку покупал. Ну, он там весь в волосах, кошачьих внутри особенно. Его надо хорошенько помыть. О, боже мой. О, боже мой. Кто-то уже это видит. Я не знаю, это надо пылесосить внутри. Мне нужно что-то еще. Тут даже чек на этой штуке. У нее надо пылесосить, и нормально будет. Классный домик. Но эта подушка, это просто предел мечтаний. Я не кошатница. Вот это одна причина. Одна из причин. Это вообще не моя фишка. Меня часто спрашивают, что у нас за пылесос. У нас вот этот Dyson. Очень классный. Мы его брали несколько лет назад за 38 тысяч, по-моему. Там есть такие же подешевле. Но сейчас уж не знаю как. Оно просто прилипшее. Оно просто прилипшее. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я просто обожаю играться со шлангом. Кстати говоря, вот это отпечаток руки моей бабушки, а вот это отпечаток руки моего дедушки. Когда делали вот эту вот мангальную, они оставляли свои руки. О, у меня с бабушкой прям, ух ты, прям идентично. С ума сойти. Так что вот, надо будет тут еще сейчас все протереть. Сюда я тоже побрызгала. Вот. Все равно песок где-то остался, он там из угла, но все равно, мне кажется, получше, чтобы было-то вообще. Так хоть, знаете, маленечко, немножко хоть освежилось, что ли. Вот. Я оттуда все убрала уголь. Сейчас, когда там высохнет, обратно поставим. Ну, хочется, чтобы тут тоже чистенько было. Кирпичик тоже внизу сполоснулось. Сюда-то дождь не попадает. Ну, вот сейчас, короче, здесь надо вот это все убрать. Вообще, может, это все мусор. Ну, понятно, что может пригодиться, поэтому сейчас мы наберем водички, возьмем губочку и все, короче, тут тоже помоем. Так, есть проблема, что-то кошкин дом не сильно-то и отстирался. Смотрите, волосы тут даже остались. Господи, эти волосы, просто кошмар. Может, как-то плохо я ей положила, надо подушку отдельно только постирать. Ну, не знаю, короче. Говно, что-то куриное не особо стирало. Странно. Вручную, может, лучше. Здесь уже все подсыхает потихоньку. Что ж такое-то? Что здесь? Стопудово кошачьи волосы теперь у меня. Что-то к нам не пришли, друзья, черешник собирать. Блин, а вот здесь бы сделать, чтобы окна открывались вообще-то? То есть вообще дышать нечем. Площной палтиней. Сейчас, когда с той стороны помою, вообще красота будет. Наверное. Какой там паук сидит. Сучара. Я не знаю, как его убрать, но он вообще охеревший. Сучок. Он еще сидит прямо там, где выключатель. Ну-ка, уходи ты. Уходи. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я его взяла! Я его даже не убила, но, мне кажется, он идет обратно. Он какой-то сумасшедший. Хочет обратно к себе в домик. возможно там его семья я не хотела его убивать но он шел обратно сюда возможно там сейчас висит целый кокон с его детишками надо быть повнимательней я никогда не знала что этот выключатель отмывается я всегда думала что он цветной блин капец отмыть можно многое зачем вообще природа придумал пауков чтобы они ловили мух для этого придумали ленты липки у моего папа очень крутая дома стоит ну не в квартире понятно он же в доме живет очень классная такая вот типа беседка ну не беседка этот мангальная короче сразу же там с раковиной все окошки выдвигаются продвигаются там прикольно сделано ну такая конечно дорого стоит он что-то по-моему дофига прям на нее потратил а сейчас это будет еще больше наверное так чего-то дорожек можно поставить тогда так что-то нельзя куша быстро сохнет у меня еще ноги грязные я сюда грязи натискала вот здесь более светлая стена так теперь тоже самое делаем тут какие-то гайки потом можно будет протереть этим для стекол все что могли помыли надеюсь там ничего не намочится с той стороны потому что я посмотрел там немножко проходит вот это паутина вот смотрите она даже водой хер смывается интересно будет у нас сегодня дождь дачный вайб шикарно давайте создадим радугу это не получается так ребят рассказываю что сделала я очень много сделал же много времени пришло я искупала виву слава помыл картошку почему-то потекает из стиральной машинки не знаю почему вот стираю уже то что там с пушком вот эти все дела связаны так помыла раковину но не стала мыть ванную потому что это очень долго у меня этого времени нет я хочу отмыть ее как можно лучше вот так что а еще сама сходила в душ ну без главы понятно без лица просто вот вот эту часть потому что я вспотела ужасно а еще я постирала одну партию белья подняла наверх повесил ее то что там было стирано и сухое сложила такой вот тут launch ночью очка не жарко не холодно слушай сушить маме также сушилась так что еще есть здесь подмела все было много всякого мусора и все это собрала вот в этот мешок так что стало почище но когда мы просим все будет то же самое а еще какой-то ветерок идет странный смотрите как вышите дерево там еще не высохло но там уже не лужа просто немножко не высохло стало чище что-то ветерок дарит татушки дарит то от начинается все дома сиди а у меня сейчас начнется жесткая готовка к нам сегодня придут друзья таким образом мы делаем один из моих любимых салатов капустный типа коул слоу поняли шинкуем капусту вот на такой тёрке которую мы покупали в ашане за почти четыре по-моему пищи или что-то такое ну типа не дешево и почти точно такую же сейчас поржете мне хочется попробовать но не хочу сейчас точно такая же еще есть подставкой мы купили здесь но она стоила до 700 рублей что ли они отличаются я вижу что они отличаются это как будто вы типа знаете китайская это такая более крутая профессиональная с фирмой но вопрос как она работает я купила для дачи и попробовать вдруг она тоже ничего так но сейчас мы будем делать то что мы знаем потому что мы хотим сделать точно хорошо что нам сегодня придут гости сделать два салатика овощной и капустный и еще у нас шашлыки с ножками картошка ну и поставим там огурчики маринованные на стол сырочек лавашек хлебушек все есть лимонады вино соки у нас все всегда есть дома вообще не знаю не мне просто не все умеют принимать гостей я просто в гостях бывало у разных людей и некоторым прям хочется возвращаться это тоже знаете не фигня какая-то вот из тех с кем мы прям хорошо дружим у них всегда дома хорошо когда в гости приходишь поэтому наверное мы поэтому дружим это тоже многое говорит о людях но это конечно может не самое главное в жизни понятное дело но для меня это прям такое ну типа если когда я прихожу по гости вы не можете меня принять так чтобы мне было комфортно уютно вкусно и вообще хорошо еще хватит и муха у меня здрасьте приехали капуста сейчас будет выглядеть очень большой как будто и очень много но она потом осядет вот эта терка это просто ахиленская вещица о господи рука устала кошмар такая тяжелая капуста чё ты мне кажется я много капусты надела чего ты грустно я опять снимаю я грустно потому что у меня рука уже болит мне надо руки мыть там следи лучше картошку почаще переворачивай когда мясо ты мне ставишь заранее но не насажены да я как раз салаты все сделаем за это время так все осторожно а то отрежем уже засорилась эта нашапка самая обычная нам нужна для того чтобы нашинковать чуть много тебе не отрезала будьте очень осторожны здесь крыльки лезли так сейчас мы уберем остаток капусты и нам надо помыть почистить морковку и ее также натрем только на другой уже я не знаю использую три пожалуй морковки обычно на половинку капусты хватает одной большой ну и две средние вот тут что-то не знаю они такие худенькие я мне кажется капусты столько сделала большой такой качан вышел для морковки берем вот такие тоненькими а третья здесь с более большими резцами мы берем маленькие резцы и здесь еще есть вот такая держалка но пока что она мне не нужна а когда дойдем до какой-то плюс-минус середины чтобы не оттяпать себе пальцы так теперь возьмем нам где-то через короче в девять нам нужно прийти друзья это через полчаса но в том момент у нас еще не будет готов шашлык но это ничего страшного зато он будет самый горяченький когда они уже придут но до того момента я хочу подготовить стол чтобы осталось положить шашлык и все я также как тот раз очищу картофель и замотаю его чтобы он уже был очищен и чтобы каждый уже мог себе хорошенько все положить надо будет достать бокалов побольше у нас редко гости мы вообще не такие что типа любим постоянно чтобы там кто-то приходил но иногда прям любим и когда приходят гости я хочу чтобы все было прям классно чтобы ну короче хотя мы вообще этого ну родные люди можно сказать с ними вот с ребятами которые придут потому что мы с детства вместе но не знаю просто хочется чтобы было очень комфортно комфортно все классненько вкусненько так сейчас я прям руками помешаю и посмотрю соотношение если что сделаю еще морковку сюда я специально взяла большую такую кастрюлю потому что это единственное большое такое что есть и тут хотя бы как то возможно перемешать да отлично просто отлично сюда майонез соль перец и вообще перфекто и этот салатик вкусно вообще и на следующий день покушать так что сейчас у нас сядет я его пока заправлять не буду как раз заправлю когда второй салат уже будут заправлять а это поставлю пока так сейчас мы это помоем я вот люблю вкусно поесть я не люблю невкусную еду может быть это грех какой-то типа любую еду надо любить но я если кушаю я хочу вот чтобы это было прям очень вкусно мое любимое потому что иначе я не получу удовольствие от приема пищи я получу просто вот это вот ну типа есть чтобы жить и это как бы правильно понятное дело что если я буду очень голодный ничего вообще не будет то я съем что угодно но вот я люблю кушать вкусно мне это доставляет удовольствие кому не достает удовольствие вкусно покушать пока девочка в домик новый еще не заходит но я думаю в какой-то момент она зайдет ей станет любопытно она подумает а что это такое так конечно мясо мы сегодня купили не самый лучший тоже много жирных кусков я прям зла на их магазинчик что получается в смысле получается прям получается все получается что-то получается дай больше не будем у них мясо брать да что-то не очень прям вообще даже не знаю как он насаживает да какой-то кешмяки очень много жира и то мы сегодня прям докопались женщине говорим дайте нам другое мы не хотим такое джирное она уже куда-то в подсобку полезла говорит ну вот все что я могу тебе дать я даю я конечно порезала еще гигантски мне не удавалось сделать красивые нормальные кусочки потому что потому что потому сплошной джир он прям знаете как разваливается в руках прям как бы в этот в угли не упал его так мало еще купили два килограмма в итоге там просто половина был жир я его по возможности убираю понятное дело что не все надо убирать да надо оставить жирку там хотя я не люблю вообще жир но как бы видите сколько бы я не убирала тут дохера жира и джиря всего три шампура в шоке это просто ужас не ну нам хватит и гостей угостить хватит я просто все равно не делаю вот этот жир расплавится и все мясо упадет конечно главное чтоб свежий были тоже ну свежий вроде свежий потому что у нас ножек много ну десять ладно не так уж и много что вообще шашлыка ничего вообще я в шоке первый раз такое неприятно ну вот я расстроена зато ножки сдобные прям отличные ножки тут прям мясо муха валет все два так пришли наши друзья Паша, Тема, Саша помашите ручками малыши о-о-о вот такая вот у вас туса Даша подружка моя детства все мы вот тут сидим вот такой вот у нас шикарный стол сейчас будем пить кушать отдыхать да так ну что ж гости ушли прогулялись до мусорки сейчас посмотрим ну вот уже лучше уже час стирала волос кошачьих так все волосах кошачьих все равно какое-то пятно там как будто сейчас я это отнесу наверх там у нас ветер поднялся дождь сейчас будет наверное вот я тут повесил сегодня у нас окна открыты сегодняшний день подходит концу сейчас чаёчка попьем я посижу помонтирую маленько потом посмотрим купленного и спад вот это кстати заказывала когда мы в карантин здесь жили чехол для стула старого как бы постарался но все равно волосах но от волос уже не денешься их надо этим роликом специальных с не специальным снимать уж стиралась она час она не могло не отстираться подушка чистая пахнет хорошо отлично окна здесь закрывать не буду только детстве что вот здесь я сделаю кошка не вот так наверх наверное кстати знаете почему все-таки нельзя поменять местами шторы вот эти снизу я как-то внизу поняла почему не получится так делать потому что здесь они более короткие там они прям длинные в длинную растягиваются здесь они покороче поэтому к сожалению но не вариант нет очень миленько уютненько хорошо прям гостей можно принимать в очень приятных условиях постелить тут подушечки положить и здесь тоже не прикольно все-таки как-то не знаю мне все-таки нравится то что мы внизу спим что сюда можно подняться я сюда наверно дня два не поднималась капец так странно так непривычно обычно постоянно здесь да тут тоже какие красивые шторки молочные молочные такой ковер у нас здесь супер дача стайл вот все сейчас сядем хватит так что ребят я смывать макияж монтировать хочу очень попить чем прохладительное не на колку прямо очень хочется и спать так что спасибо что смотрели этот влог всех люблю целое внимание будьте счастливы здоровы и всем пока